В этом ролике я проведу эксперимент над игроками. Из числа посаженных в тюрьму, я телепортирую какую-то часть в специальную комнату, откуда не будет выхода. Через камеры я буду проигрывать разные страшные звуки и наблюдать, как они будут себя вести и сколько продержатся. Спойлер, многие из них реально сойдут с ума. А за такую идею спасибо этому подписчику. Пишите свои идеи в комментариях. Самое залайканное будет исполнено в следующем ролике. Поехали! Так, друзья, вы готовы к эксперименту? Да, мы готовы, товарищ. Тогда, пожалуйста, включайте камеры сейчас, придут первые заключенные, на которые мы будем проводить наблюдения. Так как стены у нас слишком тонкие, мы будем говорить через специальную связь, чтобы заключенные нас не слышали. Да. Так, в камерах, значит, связь четкая, 100% видно отсутствие деятельности в камере. Так, я вижу, что камера не меньше 30 фпс, 1144 п, отлично. Мы взяли обычные стриминговые камеры. Убу, бустеры просто взяли. Внимание, кота на лай. Кота на лай. Кота на вальной. Кота на ва, вы переноситесь в новую тюрьму. За 5 тысяч. Да, да, да. Правда, правда? Хочу, хочу, хочу. Можно? Так, внимание, друзья. Что вы делаете? Что вы делаете вообще? Проводили досуг. Так, слушайте, к нам сейчас перейдет кота на лай. Это новый заключенный, недавно появился в тюрьме, ведет себя в крайне адекватно. При переводе в другую тюрьму он был явно рад. Что говорит о его психическом состоянии, неуравновешенном. Суицидальные наклонности. Мы это запишиваем. Записаться. Здравствуйте, понял. Я запомню. Ожидайте его прибытия в камеру. Ой. Что там, что? Деньги? Нет. Окей. Так, я вижу, что заключенный сейчас начинает осваиваться, осматривает территорию, пытается понять, что вокруг него есть. Я так понимаю, он пытается обнюхать, значит, коленный вал, блядь. Мне кажется, что он просто обосрался. Мне кажется, стоило его обыскать перед тем, как помещать в камеру. У него, по-моему, пистолет. Посрался. Что он делает? Он, мне кажется, надо было его все-таки обыскать перед тем, блядь. Он обосрался. Подождите, подождите, он пытается, он думает, что это штанга, он ее поднимает, что ли? Он, когда пытался ее поднять, он обосрался. Эксперимент не успел начаться, а уже он обделывался в штаны. А как тут надо мыть, а? Что это? Что это? Чего тут вообще красно? Так, заключенный уже находится на стадии того, что он начинает немного плыть, потому что он просит о помощи, он не понимает, где он находится, он даже не знает, что такое сено. Ну, сразу видно городского. Да, есть его, не собирается. Ну, ничего, он когда-нибудь захочет есть. Внимательно следите за ним. Нам нужно узнать, как он будет реагировать на внешние раздражители, например, на странные звуки. Активируйте. Активируйте. Он пытается спрятаться за в трубе для выдачи еды. Объект высказывает некоторые потуги страха, однако в большей степени, по моему личному мнению, ему похуй. Свинья пытается что-то сделать своим физганом. Субъект все никак не может понять, что где он находится. Субъект думает, что это какой-то лего-набор и пытается его разобрать по частям. Ну, что говорит о его интеллекте. И то, что на первых минутах эксперимента он обделывался в штаны. У меня там дети. Объект говорит, что у него дети. Он уже бредит. Эксперимент не успел начаться, а он уже бредит. Обосрался и не понимает, где находится. И думает, что у него дети, хотя он сам ребенок. Он кидается, продолжает кидаться какашками в камеры. Бля, он и мою камеру запоршмачил. Он пытается обосрать все свое ревешбележбище. Продолжаем наблюдение, как этот гаденыш пытается обгадить все, к чему только притрагивается. Объект похож на енота, где прошел, там насрал. Так, мэр объявил каменнадский час. Это значит, что у нас будет еще больше заключенных. Я думаю, стоит добавить какого-то человека сюда, чтобы посмотреть, как будет идти экскремент. Ну, экскрементом тут тоже будет. Иначе, если объект будет продолжать сидеть в одиночестве, то отъявленный хуй судьбы ранит его прямо в самое сердце. Надо было тебе, блядь, становиться вместо ученого. Тихо, тихо, он что-то кричит. Его через стены даже слышно. Какой-то странный язык. Ебланский. Помогите, люди, люди. Он не умеет говорить. Так, Ванек, езды даем тому хуесосу нахуй. Кристалл 404, внимание. Говорит руководство тюрьмы, вы будете передвины в новую камеру. Ура, новая камера. Там лучше. Ой. О, здорово, я. Мне кажется, он лучше попытается ограбить. Гау, гау, гау. А, ебать, здорово, катана. Привет, тебе тоже в тюрьму? О, бля. Офигурно, тяну. О, бля. Субъект номер один заспаунил кровать. Блин, давайте определимся, это объект или субъект. Это, испытуемый. Это свин, это свин. Испытуемый номер один заспаунил кровать, класса люкс. Давай поваляемся. Они хотят заняться чем-то. Причем с ребенком. Давайте я добавлю немножко звуков. Слушай, мне кажется, над нами реально вздеваются евреи. Думаю, что мы евреи, короче, понял. И это, и ставят опыт. И вот, видишь трубу? Пойдем покажу трубу. А у нас наверху люди. У нас наверху люди. Наверху еще люди, такие же подопытные, как мы. Так, внимание. Испытуемый один, испытуемый два думают, что там наверху люди. Хотя там просто выдача еды. Выдача комбикорма. Один из них очень агрессивный, но пиздит каждая сена, которую видит. Скоро он будет отрабатывать удары на втором субъекте. Они начинают вести себя, как настоящие животные. Предлагаю их начать кормить как раз комбикормом. Запускайте выдачу комбикорма. Запускаю. Запустил выдачу комбикорма. Мне кажется, они нихуя не увидели и начали стрелять в пуху. Стой. Пицца! Они заметили пиццу. Пицца. О, нам хавку дали. Субъект настолько ебанули, что подумали, что комбикорм это пицца. Я думаю, нужно еще одного человека закинуть. За нами следят. Хорошо, тогда сейчас пойдет запрос в тюрьму и мы добавим еще одного испытуемого. Бак, Олег, а я записываю. Он меня плюнул, я имею право бить его. Мне говорил один прилетельский такой, поэтому... Вы не имеете права избивать заключенного. Почему? Мы не говорили можно. Он будет переведен в особую камеру. Привет. Тоже тут? Эти канапа. Ха, Сергей, окей. Подожди, посмотри на... Да, это мой, это мой. Это мой папа. Так, у одного из испытуемых, третьего, есть калаш. Первый испытуемый пытался ограбить его. Первый испытуемый также именует того человека, который находится на кровати, испытуемого номер два, своим отцом, что уже говорит о их немного сумасшествии. Нет традиционной сексуальной ориентации. Почему у третьего испытуемого настолько аномальная голова? Кажется, что он в шлеме. Я в полицию побыл звонить, они не отвечают. Прошу обратить внимание на испытуемых номер один и номер три, они пытаются сбежать через трубу, что является просто бесполезной. Стратой времени. Также является свидетельством их гомосексуальности. Пожалуй, я скручу еще один. Косак. Ты что, употребляешь наркотики на рабочем месте? Не употребляем, а экспериментируем. Мы все-таки ученые. У меня страшная болезнь. Лагман. Лагман легких. Я люблю его есть обычно на амин. Испытуемый номер два, видимо, ушел в АФК. Он не хочет участвовать в эксперименте и просто сделал вид, что он спит. Предлагаю его уничтожить. Удалить, удалить эксперимент. Нет, не удалить, а именно убить для того, чтобы посмотреть, как они отреагируют. Уничтожьте эту мразь. Испытуемый номер три достал нож. Видимо, он хочет разрезать труп от... Господи, что происходит? Так, испытуемый номер один взорвал камеру, взорвал камеру. О боже, он разрезает его труп, господи, это ужас. Чему я это не могу видеть? Он сломал мою камеру. Он сломал мою камеру. Я хочу видеть, как он разрезает труп. Он сломал две ваши камеры. Отрезал кусочек ноги. Испытуемый номер три делится кусочком ноги с другим. Господи, как же я хочу за этим проследить. Так, раз уж наши камеры были уничтожены, я предлагаю уничтожить самих заключенных и переставить камеры в более безопасном месте. Комната заполняется газом. Газом пахнет. Процесс аннигиляции активирован. Вам пизда, испытуемая. Неху камеры ломать, блядь. Испытуемый номер три подобрал деньги, испытывал номер два. Они ему понадобятся. Первый эксперимент показал, что умеренный голод и стрёмные звуки могут вызвать порыв каннибализма у заключенных. Но всё же мы хотели вынудить заключенных проявлять агрессию друг к другу, поэтому пришлось найти максимально колоритных типов. Один из них даже попадался нам в прошлом ролике. Здорово, арестанты, вечер в хату, я держу здесь мазь, здорово. Салам, пацаны, салам. Эээ, я как это? Это не арестанты, это позорище, блядь, как? Нет, я убил человека, я убил человека, я продаю наркотики, я убил двух людей. И офицера полиции тоже убил. А вот так, что хуёвый арестант, так ещё и пиздобол, давайте нормально. Я настоящий. Вот даже могу показать его, смотрите. Что мы можем сказать о тех заключенных, которые нам попались? Они сведут кого с ума. Ну они действительно пиздоболы откровенные. Какая наркота, в каком размере, производство, Марк? Много, много, очень много я продал. Очень много продал, прям вообще. Не давать ему оружие. Руба, не давай, дай мне лучше. Он зародит уже мою камеру, которая... Давайте я дам ему пиццы. Не давать ему пиццу. Так, хлебный мяки. О, пицца. Вот вам хлебный мяки. Всё, всё, от души, брат, от души. Так, я думаю, нужно бесконечно делать ужасные звуки скрежутся, чтобы они сошли с ума. Как думаете? Хорошая идея. Что с ума? Чё она так скрипит? Дай мне патроны. Хорошо. Мне кажется, они скоро сойдут с ума, друзья. Дайте мне патроны. Мне кажется, скоро я с ума сойду. Посмотри на камеру, и срубы идут, блядь, всякие припасы. Ёб, за нами слетят. Это, походу, я не знаю, остатки крыс. Они знают, что они в эксперименте, но они потихоньку сходят с ума от этих звуков. Я уже слышу, как этот чел просто с катушек слетает. Что с этой камерой? Почему она через стену проходит? Это все патроны, блядь. Я не выдержу, блядь, заходи с ними, это хуй. Мы доведем его до Суицы, да мы доведем его до красной чертки. Да, потому что мы поселили его сумасшедшими. Я считаю, что меня на самом деле как этот, блядь, но умеем из зеленого слоника, а это два патрона просто, блядь. Два патрона не... Давайте мне патроны, иначе я достану из задницы, я сделаю все, что... Я думаю, стоит отправить им последний паёк, последнюю пиццу, и сказать им, что еда закончилась, они здесь скоро умрут. Да, они друг друга сожрут. Внимание, вам будет доставлен последний паёк комби-корма. Это последняя порция еды, которую вы получите. Э, пацаны, надо разделить, короче, разделим как-то. Я, знаете, я когда-то разделил одну картошку фри на семеро... Закрой ебало. Че? Как это делать? Они готовы драться за этот паёк. Его, он его сожрал. Э, я! Все, все, ничего. Вы петухи, меня не найдете. У меня нету, он его съел. А, вот, все, 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 отдаю, отдай. Все, 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 не трогай, пожалуйста. Я здесь главный, блядь, я здесь держу, мать, мой паёк. Настоящий альфа. Я здесь мастер, блядь, че теперь делать, и сожрал весь паёк. Но осталось еще два человека, и, в принципе, питаться можно, белок есть. Господи боже. Так, что мы вообще с этого эксперимента можем узнать? Эксперимент оказался удачным. Заключенные перемочили друг друга. Избавили мир от своего присутствия. Остался только последний. Самый сильный из всех зэков. Сигма-зэк. Что ж, эксперимент показал, что при угрозе голодной смерти подопытные могут проявлять агрессию друг к другу в целях выживания. Однако, если еда подается стабильно, вполне могут просуществовать даже в застенках столько, сколько понадобится. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также пишите свои идеи в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok